Музеем деньги на ремонт, деревьям имена поэтов. Во что вложат культурные миллионы? В Ульяновске день российского флага отметили флешмобом. Ради патриота на новый лад. В Ульяновске папу выведут из тени и устроят крут отец. В Димитровграде заработал цех по изготовлению детских игрушек. Вчера во второй половине дня на улице Ефремова ульяновцы могли слышать звуки стрельбы. Между двумя мужчинами случилась ссора, в ходе которой один из оппонентов достал ружье и выстрелил в обидчика. После этого скрылся. К счастью, пострадавший остался жив, он был немедленно доставлен в больницу. Стрелявшего достаточно быстро задержала полиция. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции злоумышленник был задержан возле одного из домов по улице Промышленной. В настоящее время полицейскими совместно с коллегами из Следственного управления Следственного комитета России Ульяновской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сегодня в России отмечается День флага. Российский триколор – одно из самых важных объединяющих вещей для каждого россиянина. В Ульяновский праздник отметили большим флэш-мобом на Соборной площади. Сегодня в Ульяновской области, как и по всей стране, отмечают День российского флага. Празднику исполняется 25 лет, а российскому триколору – 350. День государственного флага Российской Федерации не является выходным днем в стране, но уже традиционно к этому важному событию приурочено множество мероприятий. Сегодня во всех муниципальных образованиях у нас проводятся торжественные мероприятия. Это поднятие флага в первую очередь, поднятие флага Российской Федерации на главных площадях. Сегодня у нас в городе это будет на площади Ленина, у Ленинского мемориала. Кроме того, пройдет очень много акций, например, как акция вручения паспортов юным гражданам, 14-летним гражданам Российской Федерации, пройдут концерты. На Соборной площади перед Домом правительства собрались сотни людей, представители различных общественных организаций, чиновники, ну и, конечно, простые горожане. Молодое поколение выставилось в виде цифры 25, отмечая тем самым уважение к празднику. Для меня очень важно и состоять в этом движении, и участвовать в значимых мероприятиях города, потому что, собственно говоря, я патриот своей страны, и хочется всеми силами поддержать любые движения, любые мероприятия, которые тут организуются. По команде все перестроились в колонну и дружно двинулись к площади Ленина. Там прошла торжественная церемония поднятия флага с участием официальных лиц. Как и любое мероприятие, на котором собирается большое количество наших жителей города, это вдохновляющая музыка, люди, улыбки, знакомство и вот дружность. Цвета на российском флаге не случайны. По одной из версий белый символизирует благородство и чистоту, синяя честность и верность, а красная смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, а также это цвет крови, пролитый за отечеством. Праздник учит всех россиян бережно и грамотно относиться к символике, поскольку каждый гражданин, будь то пожилой, взрослый, подросток или ребенок, должен знать о национальных символах своей страны и гордиться ими. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Олл. Правда. ТВ. День флага отметили и в других районах области. В Николаевском районе на главной площади райцентра прошел праздничный концерт. Под гимн Российской Федерации активисты подняли триколор. Жителей поздравил глава муниципального образования и творческие коллективы. Это главный символ нашего государства. Поздравляю всех с праздником, всем здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. В регионе ведется работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры в рамках одноименного нацпроекта. Программа нацелена к 2024 году увеличить на 15% численность населения, для которого качественно улучшена культурная среда. За счет создания реконструкции или капремонта не менее 92 объектов культуры. Сразу несколько объектов культуры Ульяновской области частично или полностью отремонтируют в этом и следующем годах. Так, в начале этого года на ремонт кровли Кривейческого музея выделили 17 миллионов рублей. Большая сумма обуславливает характер работ. Крыша по конструкции сложная, состоящая из двух световых фонарей. На эти деньги полностью заменили фермы фонарей, вместо старых стекол установили современные стеклопакеты. Сейчас ремонт кровли завершен. Обновленная крыша уже успела пройти боевое крещение в виде проливных дождей. При ремонте самой крыши, внутри, около этого светового фонаря, который находится на лестнице, она окружена такой падугой. Это лепнина, которая идет вокруг светового фонаря. Эта лепнина держится на досках. И когда стали смотреть, было принято решение, что нужно сделать обследование этих досок, потому что им уже более 100 лет. Анализ показал, обшивку падги необходимо срочно менять. На эти цели требуется свыше 4 миллионов рублей. Половина денег будет выделена в этом году, еще половина в следующем. Губернатору, который на днях был в музее, презентовали образцы будущей лепнины. В настоящее время сделано обследование, сделана полностью проектно-сметная документация. И мы сейчас как раз хотим привлечь внимание правительства и губернатора к тому, что вот эту падгу нужно ремонтировать обязательно, потому что это прежде всего еще на такой большой высоте общественная безопасность наших посетителей. В следующем году капитальный ремонт начнут в зале художественного музея. Сейчас его площадь составляет 741 квадратный метр. Сотрудники мечтают расширить площадь до 3000. К тому же в художественном музее планируют дополнительно открыть новую композицию из 1100 картин. Сергей Морозов предложил рассмотреть вариант о переносе художественного зала из Кривейческого музея в здание рядом с домом Гончарова. Мы тогда могли бы иметь дом музея Гончарова с широким спектром большой исторической и воспитательной работы, образовательной, которую он ведет рядом, мы могли бы тогда привести все в идеальное состояние, создать наконец-то полноценное помещение для художественного музея. А общая территория оказалась бы, так сказать, для круглогодичного посещения и проведения мероприятий. В октябре ремонтные работы начнутся в отделе редких книг областного дворца книги. На эти цели предусмотрено 8 миллионов рублей. Еще в 2016 году в зале обвалилась штукатурка. Сейчас отдел закрыт для посещения. В отделе редких книг хранятся самые редкие наши книги. Эти книги начинаются с 14 века. Мы являемся региональным центром книжных памятников. И, соответственно, эти книги необходимо сохранять и оцифровывать. Мы купили недавно новый сканер. Ремонта требует и фасад дворца. В последний раз его ремонтировали 10 лет назад. Сейчас на здании под балконами есть сколы и трещины. Однако взыскать деньги на реконструкцию возможно не раньше 2020 года. А пока губернатор предложил поддерживать достойный вид здания за счет косметических процедур. Сергей Морозов акцентировал внимание и на состоянии деревьев, которые растут возле дворца книги. Поэтому здесь надо будет сейчас скопать и закрыть основание деревьев. Прямо вот так вот, прям по периметру всех наших учреждений, чтобы они были защищены, эти замечательные старинные деревья. Интересовала главу региона судьба растений Инна Испланадин перед Ленинским мемориалом. Вот такие, конечно, деревья, надо их убирать. Их надо вырезать, надо посмотреть состояние газонов, ну то есть земляного покрова. И чтобы мы в осень здесь посадили не вот такие пубырышки, а посадили, так сказать, с комом серьезные голубые ели. Чтобы они пусть постепенно начинают подрастать. Сквер Языково хотят сделать уголком культурного и литературного отдыха граждан. Существующим деревьям присвоить имена великих поэтов, посадить новые растения. С инициативой установить лавочки, урны, шлагбаум, видеокамеры, провести электричество, делать дорожки, газон и деревянный настил выступил в управлении культуры совместно с творческими продюсерами. Наша команда придумала такое название, скажем так, взяла на себя такую небольшую ответственность, вот назвать это, возможно, сквер-культурой. Это просто как вариант, потому что, мне кажется, он логично связывает и музыкальные училища, и педминиверситеты, и первую гимназию, и дом Языковых. И, возможно, он может стать культурным местом для культурного досуга горожан. Однако известный в городе краевед Сергей Петров обеспокоен потенциально проводимыми здесь мероприятиями. Как бы они не превратились в шумные тусовки молодежи, которых, по мнению ученого, и так предостаточно. Губернатор точку зрения Петрова отчасти разделил. Со слов Сергея Морозова, концепту сквера нужно продумать до мелочей, соединив отдых к культурам и природу. Но сквер приводить в порядок однозначно надо, заверяет глава региона. Очень осторожно дотрадируется до этой территории, дать возможность, здесь вот восстановить, может быть, зеленый покров, так сказать, там вот есть какие-то кустарни, какие-то досадить, может быть, цветущие растения или цветущие деревья и сделать здесь максимально, так сказать, эту территорию вот такой вот мини-дендропарком или мини-своеобразным каким-то таким особо охраняемой такой мини-природной территорией. Губернатор поручил до конца разработать план зоны отдыха. Рината Леуловна, Данил Сырков, Новости Управды ТВ. Областная акция «Ради патриотов. День России» – это один из путей решения демографической проблемы, предусматривающей выработку мер государственной и общественной поддержки беременных женщин и их семей, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни. Уже в сентябре в регионе будет дан старт 15-й акции. Ход реализации обсудили на профильном совещании. В сентябре будет дан старт 15-й акции «Ради патриотов. День России». Планируется, что в юбилейный год мероприятие примет новую форму работы. О них был доложен губернатору Сергею Морозу на первом заседании оргкомитета по проведению акции. Одним из нововведений станет фестиваль семейных традиций, который должен пройти уже в этом году. Это встреча с семей в осенний период на берегах Волги, где каждое муниципальное образование, семьи, представители муниципального образования, получат уникальную возможность поучаствовать в деловых площадках, которые мы для них организуем, и в то же время показать все самое лучшее, что есть в муниципальных образованиях, и есть те традиции, которые закладываются в каждых конкретных семьях. Еще один проект, который будет запущен в день старта акции, 12 сентября, называется «Крутотец». Он будет носить воспитательный характер, пропагандировать семейные ценности, уважение к старшим и традициям, и уберегать подрастающее поколение от дурного поведения. Главными проводниками проекта должны стать отцы. В последнее время часто получается, что папы где-то часто в тени, они больше занимаются добычей пищей, и, соответственно, ну, как старинно говорили, и времени не хватает на воспитание прежде всего своих детей. Но это чуть-чуть неправильно, поэтому хотелось бы, чтобы, когда мы запустим этот проект, побольше людей вовлечь вот в это движение, семейные ценности пропагандируют. Другим нововведением станет проведение акции в несколько этапов, каждый из которых будет начинаться 12-го числа каждого месяца и иметь свою определенную тему. А во время подведения итогов 12 июня появятся новые номинации. При подведении итогов акции «Ради патриота в День России» мы планируем впервые включить и новые номинации, такие как «Запреданность семье», «Самый заботливый супруг», «Самая любящая мама», «Самый надежный папа». К поощрению в каждой номинации мы будем предлагать представителей семей, проявивших себя достойно в сложных жизненных ситуациях. На несколько важных моментов при подготовке к акции обратил внимание губернатор. Глава области отметил, что должна активно заработать вся система сопровождения беременности и семьеведения. Должна уделять акции особое внимание к системе здравоохранения. Эта отрасль наиболее поражена всеми недугами нашего общества, которые обрушились на нас с конца 80-х годов, которые до сих пор где-то уже более-менее изгнаны, где-то более-менее ослабла их острота. А вот здравоохранение, мы видим о том, что там продолжает все процветать, процветать и процветать. Победитель акции «Ради патриот в День России» и «Молодые семьи с детьми» примут участие в фестивале семейных традиций. Напомним, ежегодный победитель акции награждается автомобилем УАЗ. Егор Тестов, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. В Ульяновской области продолжается уборочная кампания. Наша съемочная группа выехала в Сенгелеевский район, чтобы узнать об обстановке на полях. Когда соберут овес и что будет с Тушнинским полем, в следующем году в материале Виктории Черковой. На полях поспели злаковые культуры. Настало время пожинать плоды. В Сенгелеевском недавно собрали рожь и пшеницу. На этой неделе очередь дошла и до овса. Вблизи села Тушна местные аграрии трудятся в поле. С помощью трех комбайнов и двух грузовиков фермеры собирают золотые колосья. Вообще уборочную кампанию мы начали 20 июля. Полностью закончили зимы. Это пшеница, тысяча гектар. Но в связи с погодными условиями у нас задерживается уборка. Неделю стояли, сейчас вышли на овес. Заканчиваем сегодня овес, переходим на ячмень. Механизатор Михаил Иванович работает с 10 утра до 8 вечера. В начале дня он вместе с коллегами дожидается высыхания росы и только после этого выходит на жатву. Труженик полей признался, что ему и его коллегам повезло с техникой. Это вовшая техника, изумительная. Раньше бы ее такую технику. Я с 74-го года пришел с армии в 73-м, а в 76-м сел на комбайн. Наша съемочная группа осмотрела только 300 гектаров. Всего же работникам СПК и имени Гая предстоит собрать урожай с 4 тысяч гектаров земли. В ближайшее время аграрии планируют уборку овса, ячменяя и яровой пшеницы. Поле, на котором мы побывали, в следующем году засеют озимами. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Резидент экономической зоны Димитровград фирма «Полесье» продолжает настройку оборудования и производства на территории города. 21 августа впервые вышли на работу сотрудники сборочного цеха. В этот же день на территории предприятия побывали председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин и съемочная группа «Димград-24». Литейный цех фирмы «Полесье» в Димитровграде. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, курирующий данный проект с самого начала, придирчиво осматривает помещение и общается с первыми сотрудниками. Основная часть персонала сейчас в процессе оформления трудовых договоров, поэтому на линии пока не более 10 человек. Вот есть операционная карта для оператора. Вот этот кузовочек на такую каталочку. Вот он стоит на игрушке. И ее все будут собирать буквально в ближайшие дни. То есть это уже изделие будет полностью здесь в Димитровграде сделано. Да, будет все там в Ульяновской области. «Полесье» на территории дипмастера в Димитровграде – единственная площадка на территории всей России. Одно из крупнейших в мире предприятий по производству игрушек пришло в Димитровград в том числе благодаря статусу ТАСЭР, который наш город получил два года назад. Оборудование работает в тестовом режиме. На сегодняшний момент работает 8 литьевых машин. Машины – это производство австрийской фирмы «Энгель». В ближайшее время будет установлено еще две машины. И в ближайшее время будет наработана продукция, будет произведена ее сборка. И уже с этих Димитровграда она будет разводиться потребителю по всем российским регионам. А это уже соседнее помещение. Здесь сегодня состоялся первый рабочий день для двух сотрудников сборочного цеха. В ближайшее время число работников увеличится в несколько раз. Все местные жители. Сейчас мы набор ведем именно по рабочей специальности комплектовщик. Конечно, приветствуется, если люди работали на каком-то сборочном оборудовании. Ну, в общем-то, научить можно. Это не принципиально. Специальное образование не требуется для этой специальности комплектовщик. С одной стороны, с другой, да? Угу. И ставишь, вот это на пенечке. Татьяна Катюра из Белоруссии работает в Полесье уже 13 лет. Прекрасно помнит, как сама училась работать комплектовщицей. Ее напарница – жительница Димитра Абграда. Тоже мы пришли, мы боялись всех станков. Казалось, глаза были большие. Казалось, детская игрушка, вот если не касаешься. Так все просто. Но собрать ее тоже, где-то прикрутить шурупами, наклеечки. Все это надо делать аккуратно, соединить детали. Все получится? Очень интересно. Я думаю, у нее все получится, да. Напарница Алена мне тоже понравилась. Сразу она уловила все моменты, слушала внимательно. Все по порядку мы здесь не разложили. Все показала, как по операционной карте работать. Внимательная девочка, мне понравилась. Алена Тетеревкова – одна из тех, кто в первый рабочий день на Полесье сумела собрать несколько десятков тракторов с прицепом. До этого девушка работала контролером ОТК на одном из предприятий города, производящих автокомпоненты. Я пришла в последний день, сама не знала, сама не думала, так что попаду. Но попала, строиться возможно. Сколько зарплаты, если не секрет? От 18 до 25. На полную мощность Полесье ДГ в Димитровграде планируют выйти к середине следующего года. Тогда с местного конвейера будут выходить те игрушки, которые димитровградцы уже успели оценить по достоинству в начале лета во время празднования Дня защиты детей, когда Полесье устроило для юных горожан яркое приключение в маленьком игрушечном городе. Наталья Васильева, Виталий Немов. Специально для Ульяновской правды из Димитровграда. В Ульяновском музее Аркадия Пластова работает выставка заслуженного деятеля культуры Ульяновской области, члена Творческого союза художников России Игоря Гашева. Игорь Анатольевич участник многих городских и областных выставок, а также пленеров. На выставке представлено более 30 работ художника. «Палитра дней» – так называется персональная выставка димитровградского художника Игоря Гашева. Она украсила стены детского музейного центра Аркадия при музее Аркадия Александровича Пластова. На самом деле, почему так? Потому что я сейчас живу, и вот мое ощущение вот такое, и вот дни, которые протекают, и через палитр передается все мое ощущение. Именно настоящий момент. Вот это и есть. Выставка приурочена к юбилею живописца. 30 июля Игорь Анатольевич отметил 70-летие. Он родился в селе Малая Кандала Старомаинского района. Потом всю жизнь прожил в Димитровграде, где около 25 лет являлся директором детской художественной школы. Под его руководством школа стала одной из лучших в Ульяновской области. Это подтверждают многочисленные победы воспитанников школы в конкурсах всероссийского и международного уровней. Сейчас Игорь Анатольевич ушел с руководящей должности и работает в родной школе преподавателем. Если бы не было Преслонихи, не было бы, если Корсуна, то, может быть, и не состоялась бы эта выставка. Потому что вот Преслониха и Корсун – это такие двигатели мощные, творческие, что сразу ощущается, что вот побывал в Преслонихе, писать захотелось. Экспозиция открылась в стенах музея Аркадия Пластова не случайно. На выставке можно увидеть много работ, выполненных на родине Пластова в Преслонихе и Корсуне. Если посмотреть на эту выставку, вы, наверное, увидите и поразит вас то, что здесь огромная энергетика, огромная отдача и большая цветоотдача на зрителя. Вот это вот вдохновляет, это заражает, и у него есть свое видение окружающего мира. Герои портретов Игоря Гашева – близкие друзья. С доверием смотрят с полотен на зрителя. Своим характером наделяются не только люди, но и домашние животные, которых с интересом изображает Гашев на своих работах. Вот хитрый кот и любопытный козел, гордый петух, осторожная корова. На многих картинах Гашева – пейзажи. Каждый момент жизни художник погружает в свою цветовую палитру, наделяя его яркими красками и преображая будни в праздник. Выставка будет работать до 10 сентября. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается теплая солнечная погода. Температура воздуха днем составит 23 градуса тепла. Ветер северный – 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите по будням в 18.50 на информационном портале уллправда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин